Дорога по проспекту Ленина По проспекту Ленина можно выехать на одну из главных магистралей города – улицу Новосадовую, а по перекрестным улицам спуститься до набережной Волги. В непосредственной близости располагается и станция метро Алабинская. Также в районе перекрестка с улицей Полевой, откуда этим летом и стартовал ремонт проспекта Ленина, расположена больница имени Пирогова. Из-за высокой транспортной нагрузки специалисты профильных ведомств отмечали образование на дорожном участке колеи и других дефектов покрытия. Последний раз комплексный ремонт проспекта Ленина проводился порядка девяти лет назад. За минувший период выполнялся поддерживающий ремонт. В этом году проезжую часть снова обновляют. Сейчас ремонт дороги от борта до борта стал возможным благодаря нацпроекту «Безопасной качественной дороги», инициированному президентом России и поддержанному губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Работы ведут поэтапно. К концу прошлой недели фрезерование на участке общей протяженностью чуть менее двух километров выполнено наполовину. Ремонт дороги включает в себя и производство работ по инженерным коммуникациям – 16 смотровых и 40 дождеприемных колодцев. Проводится поднятие люков и решеток-левневок на проектную высоту, чтобы они были вровень с новым покрытием. Устанавливаются антивандальные и бесшумные люки. Применение новых материалов и технологий – одно из важнейших условий реализации дорожного нацпроекта. И в Самаре это требование выполняется. Работа по восстановлению смотровых колодцев еще продолжается. Но на данном участке от Полевой до Новосадовой, по направлению движения в сторону Новосадовой, все люки выставлены в проектную отметку. Поэтому начали укладку с этой стороны. А на второй стороне у нас на данный момент продолжается фрезерование. И также ведутся работы по поднятию люков в проектную отметку. Люки колодцев приводят в порядок в дневные смены. А все основные работы проходят по ночам, чтобы не создавать помехи движению транспорта. В процессе фрезерования восстанавливается продольный и поперечный профиль уклонов на данном участке. А также после его восстановления уже проводится укладка асфальтобетонных смесей. Перед началом укладки была произведена очистка основания от пыли и грязи. Также произведен розлив битумной эмульсии для сцепления старого покрытия с новым покрытием. К укладке верхнего слоя дороги из высокопрочной асфальтобетонной смеси приступили на тех отрезках дороги, где уже завершены все подготовительные работы. Контроль за проведением дорожных работ ведут не только специалисты, но и общественность. Член общественного совета микрорайона номер 3 Октябрьского внутрикородского района Роман Губарьков отметил, что власти не остаются равнодушными к мнению жителей. На встречах с горожанами поднимались вопросы, касающиеся дорожных дефектов, которые наблюдались на проспекте Ленина до ремонта. Эта дорога была, скажем так, в плачевном состоянии. Здесь в основном возникали пробки из-за того, что было огромное количество ям. Но на данный момент мы видим, что ведется ремонт. Это очень радует, потому что здесь, тем более, находится рядом больница. Здесь проезжают скорые помощи, поэтому пробки здесь совершенно не нужны. Специалисты напомнили, что межрельсовое пространство на четырех перекрестках, которые, согласно анализу дорожной обстановки, являются самыми загруженными, обновили в первую очередь. Еще три месяца назад отремонтировали локации на пересечении с улицами Первомайска, Осипенко, Челюскинцев и Новосадовой. Учле обращения автомобилистов при поворотных маневрах во время проезда через трамвайные пути нередко образовывались заторы, особенно в часы пик. Современная литая асфальтобетонная смесь, которую использовали для обновления трамвайного межпутья, подходит для таких участков с напряженным движением. Она позволяет выдерживать серьезные нагрузки, в том числе вибрацию и преследование трамваев. Обновление дорожной инфраструктуры в регионе в числе приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Азарова. По итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионным лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в губернии в рамках нацпроекта запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью свыше 233 километров. В том числе 42 участка дорог местного значения обновят в региональной столице. Больше половины запланированного объема работ в Самаре уже выполнено. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова